Слово поезд Ага, значит 11, да? Значит мне ближе, да Отлично Ну как вы поняли, сегодня Второй день, когда приехал Белый Копатель И на второй день он уже уезжает По факту да А времени, знаете, так, ну, длится То есть очень долго То есть как будто бы не могло это все уложиться в два дня То есть реально Это получается утром вчера я приехал Вчера приехал, а сегодня вечером А реально события как на неделю Отсняли, да, серии 6 для сериала отсняли Всего за два дня нормально будет Эмоции, время, мест посетили То есть реально Время растянулось Смотрите сколько много народу Теплые деньки как бы застал Реально сейчас даже вот я шефт Стоим спокойно Сейчас, кстати, 18 градусов Сейчас у нас В Москве 10 градусов и дождь А сейчас у нас Здесь 18 и тепло Где-то 10 часов вечера 15 минут, чем даже Где-то 18 уже И 18 градусов Дует ветерок Да, и вроде бы я еду по-царски Поэтому как бы сейчас будет обзорное Двухэтажного купе Да, но это опять же у него на канале Так что заходите Посмотрите сериал, что мы наснимали Вот К белому копателю обязательно Можете предыдущие выпуски Посмотреть обязательно С чего вообще все начиналось Собственно говоря А что, я может у тебя кусочек Возьму для своего Ставлю там Кто тебе его даст Эксклюзив А у тебя, наверное, может даже и быстрее выедет Возможно Ты, кстати, это не опубликовал это видео? Какое? А, нет еще А, вот сейчас может испортить попробовать Там Wi-Fi типа А, ну хотя сейчас уже поздно Хотя поздно, да Ну ты меня скинь просто в сообщении Когда опубликуешь, чтобы я не пропустил Мне просто интересно почитать Комментарии Как у народа чувство юмора есть Еще и не все ли потеряно Как бы Всякий случай Да, в принципе, можно и сейчас Что, сейчас Если сядешь, как бы Это электрозонный билет Теперь хорошо стало Раньше нужно было приезжать Брать билеты где-то А сейчас Раз Сегодня заказал Все Да Все, что требуется Телефон и паспорт Да, понятно Стоянка две минуты как бы Пит-стоп две минуты Семь Смотри, он еще не Тормозить-то не собирается пока Ресторан как Да Восемь Восемь Девять Девять Тормозит Десять Оптимально Оптимально Одиннадцать Вот здесь Ну давай Тебе Все, Серега Спасибо Что приехал Спасибо Здравствуйте Все Давай еще раз Спасибо Звоните, как приедете Тоже Давай Пиши Удачи Вот Проводили мы белого копателя Продуктивно так Два дня провели С утра до вечера Снимали сериал Очень было здорово Теперь нам будет скучно Казалось бы, да? Но на самом деле скучно не будет Знаете почему? Потому что у нас есть гитара Есть Коля Который сочиняет песни А я буду его записывать Не будет нам скучно, друзья Я не буду Вот я иду К своему месту 106 Так, вот оно Вот оно Вот оно 106 Так, все Сейчас тройница Тихонечко Отправляется Все К белому копателю Легкой дороге Хотя что там может быть тяжелого Ложись спать И утром проснешься Тебя разбудят Ты уже на конечной Москве Очень удобный поезд Целый день Снимали сериал Садишься в поезд И ложишься спать Еду назад В город Волдице Возвращаюсь в Москву Завтра где-то в 7 Буду уже в Москве Потом до дома И на следующий день Мне на работу Собственно Поэтому Так вот И На такой короткий срок Я успел вырваться Но зато мы Отсняли сериал И видите Это по-царски Собственно Из себя Что представляет Купе Сейчас я Чуть на другую камеру Засниму Так, ребята Собственно Как я вам и обещал Небольшое обзорное Небольшое обзорное Видео О Двухэтажному Поезду Что у нас здесь есть Собственно Весь он состоит Из купешек Поэтому нет возможности Взять там Плацкарт Есть еще СВ Но их немного Это вот Ну я не знаю Какой-то фирменный Называется Москва-Казань Он состоит Такой вот Двухэтажный У него Заниженная часть Нижняя И соответственно Чуть выше Верхний Я нахожусь Сейчас на втором этаже Видно в окно Плохо Но я засниму Когда мы уже Рассветет Приедем Потому что В 7 часов Где-то в Москву Будем приезжать Будет видно Насколько это высоко И в общем Собственно Из чего состоит Купешка Причем В стоимость билета Входит даже питание Так называемое Это Тульский пряник И Битылочка воды РЖД Негазированная Чистая питьевая Вода Плюс Комплект Салфетка Пластырь Конфетка Мятная Вот Также Оплаченное белье Уже Входит в стоимость Ну и соответственно Что из себя Представляет номер Тут у нас Большое зеркало Во всю стену Дверь закрывается То есть Можно закрыться И как бы уже Никто к вам не войдет Вызов Проводника Свет Верхний Здесь я не знаю Что это за свет Ну Что-то тоже Включает Так у нас здесь Что у нас здесь По карточке Поднесите карту Здесь у нас Ступеньки наверх Вот так Каким образом Выдвигаются И можно забраться На верхнее Мне это не понадобится Причем Верхнее купе То есть Верхнее место Оно на тысячу Дешевле По-моему Ну примерно То есть Две Причем интересно Поезд фирменный Я на нем приехал И в сторону Казани Ехал И соответственно Сейчас еду В сторону Москвы В сторону Казани Он стоил То есть Из Москвы Когда выезжаешь Стоит дороже Чем в Москву Причем прилично Ну то есть Порядка 350 рублей Разница Вот Это как бы Типа К вопросу о том Что ну типа Ты в Москве Заработал денег У тебя есть деньги Можешь заплатить А соответственно Когда люди едут В Москву То они только Едут на заработки Ну я мотивирую Это и этим Изменение цены И цена дешевле Вот Но из-за того Что народа не так много Ты почти всегда Можешь ехать один По царской То есть купе Отлично Все вообще Один едешь То есть это Я считаю прикольно Есть вай-фай Да Активируешься там По номеру вагона Номеру паспорта Вай-фай Хотя ловит Только тогда Когда есть Вообще В этой территории Вай-фай То есть Ну он не берется То есть если здесь Нету сети То поезд тоже Не ловит сети Вот сейчас вот Нету вай-фая И нету интернета Обычного Так что еще Купе Да небольшое У меня метр восемьдесят два Ростом Ну как бы вот Типа До потолка Я стою на полу До потолка Я достаю Плюс соответственно Если я расставлю руки Вот я буду упираться В стену То есть вот такое Небольшое купе Здесь у нас даже идет На скос Как бы если вам Вот видно То есть идет Такое сужение Кондиционер Есть его Вроде как Можно даже Подрегулировать А это у нас Что-то громкость Как бы не Кондиционер В общем Это я не знаю Что у нас такое Что еще сказать Есть индивидуальный свет Над каждым сидением Такая штучка Нету третьей полки Поэтому я По факту Когда ехал сюда Я ехал с Молодой парой С парнем И с девчонкой И как бы Ну вещи Я не знаю У меня была верхняя полка Вещи я положил сюда Просто другого места Я для них не нашел Возможно здесь есть Ну для багажного Багажное отделение Или что-то такое Вот Есть соответственно Уже Спальное белье Здесь разложено Надо только его заправить Вот Плюс Комплект Такой типа Там полотенца Что-то еще Вот Вешалки есть Да По четыре вешалки В каждом Вагоне Здесь тоже есть свет То есть Света достаточно Что еще у нас здесь Ну и соответственно Снизу 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 все в принципе Дублируется То же самое Вешалочки Ну Места маловато Да То есть вот Я рюкзак свой Большой загнал Под стол Под Вернее Под сидение Ну и сегодня Из-за того Что я еду Как бы Один И уже Это не Начальная остановка Вряд ли Кто еще Подсядется Поэтому я буду По царски На нижний Залегать Нелегально Тем самым Сэкономив Там Тысячу Рублей За Нижнюю Койку Вот Есть Кулер В коридоре Есть Три Туалета Я возможно Вам покажу Продемонстрирую Схожу Как это все Выглядит Вот Обзорную Такую Небольшую Сделаю Ну и в принципе Что Заходите У вас два этажа То есть нижний уровень Верхний уровень И все Как бы То что Где-то я читал Что болтанка На верхнем Ну я не ощутил Хотя Сейчас у нас Идет нумерация С головы поезда Я вот в 11 вагоне Это ближе к хвосту А в прошлый раз Я ехал В 12 вагоне И он был А была обратная нумерация И я был ближе к поезду И было слышно Будение То есть вот этот Ууууу Как это Когда паровоз Там начинает предупреждать То он гудит И это было Слышно То есть Ну мешало спать Хотя Ну не сильно Но возможно Кому-то будет мешать Ну и в принципе Все То есть Чтобы забраться У нас есть Ручка Держаться Ступеньки Забираетесь Нет никаких Этих Есть вот такая Защитная Эта То есть Свалиться невозможно Можно как бы Там я не знаю Пристегнуться Как-то к этой теме Вот Не знаю Под руку Там зацепиться И Не вываливаешься В общем Болтает Не сильно Ехать Здесь получается Я не знаю Сколько поезд идет Здесь нет Света На свет Сяду получше Чтобы видно было Вот Не уверен Сколько идет поезд Но вообще Вот Мне расстояние Примерно на машине Мы когда едем Это 660 километров Поезд обычно Проезжает Соответственно Сюда я ехал В 11 Он выехал В 7 часов Почти уже был здесь Сейчас чуть дольше То есть В 10 20 Он стартовал Около 7 Он будет там Почти на час Дольше Едет Вот собственно И все В принципе Что еще Сейчас возможно Покажу вам Сложно показать Вот такое Вот приложение Но RGD Попутчик Загружается И вот в нем Вводите Номер своего вагона Номер места И последние цифры Паспорта И попадаете В бесплатный Wi-Fi То есть Можете здесь Посмотреть Музыку Еще что-то Послушать Вот в принципе И все Вот такая вот Закончилась Да Розетки Розетки Есть Внизу Вообще Стандартные То есть Полноценные Да 4 розетки Есть По крайней мере Ну в этом вагоне Кстати нету А у меня Вот когда я ехал Были еще наверху USB Здесь их нету Вот Были USB Розетки Да Здесь их нету Вот Ну ничего У меня собственно Все заряжено Тем более Я могу И внизу Яхать Вот эту штучку Пимпочка Я не знаю Для чего Вот собственно И все Наверное Можно как-то И столик сложить Потому что Сидения вот так Вот поднимаются Чтобы было Побольше места Вероятнее всего Можно как-то И столик убрать Если он вам не нужен Вот Прикольное Такое купе Окно Закрывается В принципе Наверное Убе все Мягкие Сидения Очень культурно Не то что раньше Но хотя Все равно На мой взгляд Не знаю На мой взгляд Передвижения по России Должны быть Подешевле Чтобы люди могли Именно путешествовать И развивался Был внутренний туризм Впоследствии Я еще по коридору Наверное Прошмонаюсь Потихонечку Покажу Люди спят И возможно Сам Условия Тоже покажу Ну а пока Все буду Отстраиваться Буду ложиться Спать И так же Утром Мы проснемся Посмотрим В окошко Покажу вам Вид Насколько высоко Второй этаж Поезда Находится Не знаю Для чего Это записываю Возможно Интересно будет Наверное И это есть Такие Ну и мне Как бы На всякий случай Я это все таки Запишу Может быть Даже это видео Не буду выкладывать А может Выложу Отдельные серии В сериале Если вы увидите Это То есть сериал Про кладоискателей В общем Переходите туда Смотрите Серега меня проводил Насадил на поезд И все Я еду домой Ребята Сейчас еще Чуть позже Включимся Вот друзья Стоило проводить На белого копателя И пошел дождь И пошел дождь Даже наше любимое радио Играет грустные песни Куда-то заслать кого-то нужно Мы неисправимые романтики Нам интересно все подряд И вместо того, чтобы лазеть в экранчике Мы идем Отыскивать клад Клад это ржавый предмет? Нет Клад это старый мопед? Нет Выловит пара монет? Я рад Только это вовсе не клад Да, мы можем в лесу заблудиться Местных жителей веселя Можем даже в болото свалиться Но мы упрямо ищем клад Мы неисправимые романтики Нам интересно все подряд И вместо того, чтобы зарабатывать фантики Мы идем отыскивать клад Что это такое настоящий клад? Что это такое настоящий клад? Что это такое? Клад Те пизделушки, что мы находим Может, чего-то там и хранят Но лишь общение на природе Это для нас настоящий клад Клад это медный браслет? Нет Клад это порванный кед? Нет Вместе пройди миллион преград Это и есть настоящий клад Что это такое настоящий клад? Преодолеть миллион преград Что это такое настоящий клад? Если без денег ты богат Что это такое настоящий клад? Если друзьям всегда ты рад Это и есть настоящий клад Это и есть настоящий клад